Сегодня в Гомеле подвели выники социально-экономического развития региона за минулий год. На областную дошку гонору занесены назвы 48 предприемств организации администрационных территорий. С лепшимися родлепших встретились наши корреспонденты. Святкование 1 мая – давняя традиция. Непосредственно в Гомеле его первую отзначили в 1901 году, ровно 120 лет тому. В советские часы даже существовало звание Героя социалистической работы. У сучасной Беларуси затверджена медаль «Запрацовные заслуги». Занесение на дошку гонору – ясшая одна макшимость выказать подяку человеку праце. Сегодня мы заносим до доску почета Гомельской области подприятия и организации, которые добились высоких результатов своей деятельности. Пишем организацию, но подразумеваем поименно каждого работника трудового коллектива. Потому что именно люди – главная наша ценность и достояние. Левшие районы Гомельской области в залежности от колькости насельництва – Мазырске, Житковицке и Чачерске. Сирот 48 селетних переможцев – 8 промысловых предприемств. Не глядяши на все складанности, выкликаные пандемией коронавирусу, и в связи с этим часовыми спыненними экономичных стасунков, вытворцы сдолили не только заховать объемы вытворчасти, а и в шмат яких выпадках повеличить их. Светлогорске молокно, несмотря на все сложные времена, которые сейчас есть на мировых рынках, вполне успешно преодолевает все трудности и работает с полной загрузкой. Смогло сохранить трудовой коллектив, обеспечить сырьем всех своих основных потребителей на экспортных рынках, уверенно выполняет все доведенные показатели. Сирот лепших сельско-господарчих предприемствов – Саугазкомбинат Зара, Мазырского района, открытые акционерные товарыства Тихинич и Рогачевского и Отор Чачерского. Дякуючи неуапошнюю чаргу работе этого предприемства, летось Чачерский район перевыкнул задание по вытворчасти сельгазпродукции амально 15%. Становшие тенденции отзначаются заразы у работе предприемствов лесо-господарчего комплексу. Реализация драунины сёння з'является стабильной крыницей валютных поступлений и повышение добробыту работников Галины. Лепшая организация лесной господарки – Гомельский опытный Лязгаз. Лесное хозяйство динамично развивается из года в год. Показатели увеличиваются. Самое главное, что увеличивается заработная плата для наших работников. Особливая увага работникам медицинских установ. Им так само есть, чем гонориться. В областной клиничной больнице за минулый год провели больше 16 тысяч операций, каждая четвертая из которых – высокотехнологичная. И это безулику проводимой работы поляченних ворых на ковид. Я считаю, что медицинские работники с честью справились с поставленными задачами и с теми условиями, в которых приходилось работать. Коллектив Гомельской областной больницы – один из первых включился в борьбу с пандемией. И тот профессионализм, крепкая материальная база, соответствующая медикаментозная поддержка населения, она сказала свой эффект и удалось спасти много-много человеческих жизней. Лепшая организация в сфере оказания туристичных послуг – Национальный парк Припятский. По коль основную колькость туристов тут складаются жихары Беларуси, что выкликано пандемией и закрытием границ. Але уже бачные тенденции – вертание жихару близкого и далекого замежа. В первую чергу – поляуничих. Едут в основном то беларусы, вы знаете, что очень активно едут. Прошлые выходные около трех тысяч людей было за неделю, за прошлую неделю. Эту поменьше немножко, это, конечно, связано с Пасхой, семейный праздник. А на следующие выходные вообще забито все. Вся инфраструктура, все заказано. Едут и немножко начали прорываться иностранцы, охотники, я хочу сказать, трогался и экспорт туризма уже. Не спыняли свою деянность в минулом году и установы культуры. Гомельский областный центр народной творчести – лепшая культурно-осветницкая организация, лепшая театрально-видовищная организация – Мазырский драматичный театр, лепшая детячая школа мастатства у колледжа Мясоколовского и хореографичная школа города Гомеля. Подготовка наших детей мы считаем на хорошем таком профессиональном уровне. Это в первую очередь зависит от педагога, от учителя, который работает с детьми. И таких у нас талантливых, хороших педагогов очень много. И благодаря им сегодня мы показываем хороший творческий результат. Адметная рыса селетней церемонии занесения на областную дожку гонору – выстава сельско-господаршей техники. Сегодня она не только экспортно-орентованная продукция, но и бренд Гомельской области. Эту продукцию добро ведут в Украинах Европы, Азии и Африки. Предприемство «Гомсельмаш» на склад не працуе. С конвейера комбайны отправляются с пожилцам. Дарычы серед машин, которые были представлены на выставе, были набыты в рамках Державной Чарнобыльской программы. После завершения церемонии они накировались в господарке Ветковского района. Закончили выше плановых показателей первый квартал. Первый квартал закончили достаточно неплохо уже и апрель. Уже просматривается выполнение всех доведенных плановых наших показателей, которые мы сами себе завышенные довели уже за первое полугодие. И год мы должны закончить неплохо, так как вся техника, которую мы сейчас реализовываем, и ту технику, которую вы сегодня видите на площади Ленина, в большинстве своем она уже вся расписана и вся уже нашла своих покупателей. И на сегодняшний день оплачено уже достаточно большое количество техники, которые нам предстоит произвести в последующем месяце. Олег Синтеров, Наталья Игнатенко, Валера Ихапанько. Толерадо и компания «Гомель».